Команда Тюмень Новый Уренгой приехала вторым составом за несколько часов до начала первого матча. Самому младшему Владиславу Пугоревичу, сыгравшему в 1-8 Кубка Ревы на домашней площадке Огненных, 16 лет. Это еще молодые ребята, это 2005-2006 год. Для их становления в дальнейшем эти игры будут иметь очень большое значение. Основной состав у них свои задачи. У них в эти выходные будет выездной тур в Челябинске. Тренерский штаб Тюмени своим подопечным амбициозных установок не давал. Справиться с волнениями, показать свою игру, вот и все задачи. После первого сета главный тренер приполярной дружины Роман Емполов основному составу дает отдохнуть. Тренер нас сразу предупредил, будут играть все. Все 14 игроков у нас держат концентрацию 100%. И каждый готов выйти в любой момент, помочь. На площадке в первом и в ответном матчах появляются Огненные из второго состава. Василий Капранов, Корней Энс. После травмы и длительной реабилитации вступает в игру Либера Евгений Андреев. Сегодня почище на подаче сыграли. На приеме хорошо Евгений Андреев. После травмы хорошо сыграл, уже начал входить потихонечку то, что и хотелось. Вошел в игру за 1-8 Кубка Ревы и связующий молодежки факела Денис Быстров. 24 очко в третьем сете ответного матча – его заслуга. Поначалу волнение небольшое, а там уже, в принципе, был опыт и в прошлом году, и, ну, короче, опыт. Нормально, все. Подал, выиграли. Классно. Передаю привет семье своей. Оба трехсетовых матча завершились в пользу хозяев площадки с одинаковым счетом 3-0. Теперь в одной четверти Кубка России факел встретится с питерским «Зенитом». Светлана Лащ, Роман Чернов, Татьяна Демьянова. Время Ямала. Новый Уренгой.